Татьяна Полякова «Коламбия Пикчерс» представляет «Бред какой-то!» – сурово отрезала я, отбрасывая письмо в сторону. Покосилась на Женьку и невольно вздрогнула, так и не привыкнув к ее новому облику. Надо сказать, подружка неустанно экспериментировала, являя себя миру то блондинкой, то брюнеткой, то рыжей, иногда предпочитая что-нибудь и вовсе экзотическое. Шевелюра вдруг становилась интенсивно оранжевой или кислотно-зеленой. Меня неизменно удивляли два факта. Первый. Какого бы дикого цвета ни были ее волосы, Женька чувствовала себя уверенно и вполне комфортно. Даже когда у случайных прохожих глаза буквально лезли на лоб при виде всего этого великолепия, Женька лишь загадочно улыбалась и шла себе дальше. Подозреваю, в глубине души она собой гордилась и считала, что ее миссия в том и состоит, чтобы вгонять в столбняк прохожих. Вторым достойным удивлением фактом было то, что после многочисленных экспериментов подружки волосы на ее голове все еще имели место быть, причем выглядели так, что приходилось признать. Дикие Женькины фантазии им только на пользу. Сейчас ее волосы отливали серебром. Девять человек из десяти решительно заявили бы, что это парик, и оказались бы неправы. Неустанными, я бы даже сказала, титаническими усилиями, Женька добилась того, что они сияли, как новенькая серебряная монетка, делая ее похожей на снежную королеву из сказки. Однако целостного образа не получилось. Женька только что вернулась из Испании, где загорела дочерно, и теперь серебристые волосы обрамляли смуглое лицо, на котором нездоровым блеском светились огромные глаза. Было от чего вздрагивать. «Ты похожа на ведьму», – не удержалась я. Женька нахмурилась. «Надеюсь, это комплимент?» «Вот уж не знаю». «Странно», – хихикнула Женька. «Обычно ты все знаешь». «Я-то думала, это ты у нас обладательница столь замечательного качества», – съязвила я и тут же устыдилась. С Женькой мы дружили с детства, и, несмотря на редкие поползновения с обеих сторон, так и не смогли ни разу всерьез поссориться. Вот и сейчас Женька пожала плечами и заметила. Мы отвлеклись, после чего передвинула письмо ближе ко мне. Я поморщилась и повторила. Полный бред. А, по-моему, на него стоит обратить внимание. В конце концов человек просит тебя о помощи, и ты... «Ничего она не просит», – вздохнула я, вновь пробегая глазами строчки письма и жалея, что начала разбирать почту в присутствии подружки. Вообще-то, встречаться с ней сегодня я вовсе не собиралась. Два часа назад я вернулась из Москвы и намеревалась посвятить остаток дня уборке квартиры. Заехала в супермаркет, и на стоянке едва не столкнулась с Женькой, точнее, с ее машиной. Подружка не сразу заметила мою Ауди, потому что была очень занята и стошно сигналила, орала в окно обалдевшему парковщику, что он редкий придурок, и показывала средний палец правой руки парню на иномарке, который не спешил ее пропустить. Точнее, он был не против, но не имел возможности, так как я на своей машине мешала ему произвести необходимый маневр. Женька одна издавала столько шума, что хватило бы на десятерых. Но тут я поторопилась внести свою лепту, открыла окно и завопила. «Женя!» И была услышана. Женька прекратила сигналить, орать и делать непристойные жесты, и, счастливо улыбаясь, прокричала в ответ. «Привет, Анфиса! Ты когда вернулась?» «Только что!» «Как Ромка?» «Нормально!» Парковщик продолжал стоять пнем. Парень на иномарке страдальчески закрыл глаза и признаков жизни не подавал. Зато в цепочке машин, выстроившейся возле шлагбаума, наметилось волнение. «Девушки!» «Может, вы найдете другое место поболтать?» – заорал кто-то. Женька высунулась в окно и грозно поинтересовалась. «Кому это там некогда?» «Женечка!» – робко влезла я. «Может, мы в самом деле?» «Ты сюда или отсюда?» – спросила подруга. «Я домой». «Ладно, тогда я к тебе в гости». Женька стала разворачиваться. Лица мужиков в сопредельных машинах приобрели мучнистый оттенок. Над стоянкой нависла тишина. Особо нервные зажмурились и вжали головы в плечи. Парень на иномарке успел юркнуть в сторону. Зеркала на его и Женькиной машине сложились, а она весело проорала в окно. «Не дрейфь! Солдат ребенка не обидит!» И, наконец-то, покинула стоянку. Я выехала следом. Дюжей дядька покрутил пальцем у виска, глядя нам вслед, что я сочла обидным, и, забыв про хорошее воспитание, показала ему язык. «Ужас какой-то!» – сказала Женька, притормаживая и пропуская мою машину вперед. «По городу ездить невозможно, кругом одни идиоты. Как они медкомиссию проходят? Там же справку из дурдома требуют». «Ага», – вяло молвила я, вышла из машины и направилась к Женьке. Она с чувством меня расцеловала и вдруг задумалась. «Ты не в курсе, чего я в торговом центре хотела?» «Нет». «Откуда?» «Ты мне ничего не говорила». «Да?» – как отрезала. «Не поверишь, не могу вспомнить, а ведь зачем-то я туда ехала?» «За продуктами?» «Зачем мне продукты?» «Есть, наверное», – съязвила я. «Тебе прекрасно известно, что питаюсь я в кафе. Кстати, не худо бы перекусить. Ты как?» «Я пельмени купила. Поедем ко мне?» «Поедем. Давай тогда мою тачку на стоянке бросим, а я у тебя ночевать останусь. Расскажу про этого мерзавца-пастухова». В другое время я бы попыталась избавить Женьку от мыслей ночевать у меня, и уж тем более от необходимости рассказывать о мерзавце-пастухове. О нем я слышала постоянно вот уже два месяца, с тех самых пор, как он стал Женькиным шефом и по совместительству любовником. Тихого, зашуганного женой пастухова, Женька соблазнила буквально в первый же день его работы в новой должности. Тот, как видно, ничего не знал о вреде служебных романов для душевного здоровья, за что сейчас и нес заслуженное наказание. Подружка, как водится, обвиняла его во всех смертных грехах, хотя на самом деле у него был лишь один грех, но существенный. Он немало не походил на идеального возлюбленного, каким его представляла себе Евгения Петровна. Боюсь, таких мужчин в природе попросту не существует, на что я Женьке неоднократно намекала. Она презрительно фыркала и продолжала клеймить под лица пастухова. Так вот, в другое время от необходимости слушать гневные Женькины речи я бы пришла в ужас и попыталась бы как-то отвертеться. Но в тот момент я так обрадовалась подружке, что готова была потратить вечер на разговоры о чем угодно, лишь бы не сидеть в одиночестве. С самого утра на меня напала тоска. Ромку отправили на учебу. И вдруг выяснилось, что без мужа я чувствую себя очень неуютно, то есть, если честно, очень скверно я себя чувствую. Отправляя его в Москву, я думала, как раз чудесно отдохну, пока он постигает науки. Во-первых, не надо будет готовить. Ромка комплекцией и аппетитом походит на динозавра, что создает мне определенные трудности. Во-вторых, не надо то и дело отвечать на его звонки. С этим, правда, вышла незадача. Муж и из Москвы звонил по двадцать раз на дню, выбрасывая наши деньги на ветер. А главное, в волю буду встречаться с подружками, болтать по ночам по телефону, и никто не станет меня изводить ехидными замечаниями, а также ворчать, что в этом доме муж никому не нужен, в этом доме только подружкам рады и прочую чушь. В общем, я надеялась устроить себе отпуск, и, провожая Романа Андреевича, мечтательно улыбалась, чем вызвала его суровый взгляд с намеком на недоверие. Но стоило Ромке уехать, как явилась тоска. В квартире стало подозрительно тихо, к девчонкам не хотелось. Точнее, вообще ничего не хотелось. Я подумала, что жить без любимого предстоит довольно долго, и запечалилась по-настоящему. Разумеется, он приезжал при каждом удобном случае, и я ездила к нему. До Москвы на машине меньше двух часов от нашего города. Но лучше мне почему-то не становилось. Я решила, что должна засесть за работу, и начала новый детективный роман. Но работа шла ни шатко, ни валко, и я подозревала, что сегодня за письменный стол вообще не сяду. Оттого Женьке и обрадовалась. Будет чем оправдать собственную лень. Я плавно тронулась с места. Женька двигалась за мной. Таким образом мы въехали во двор ее дома. Оставив машину на стоянке, подружка пересела ко мне, взглянула пристально и присвистнула. Вижу, что болезнь прогрессирует. Отстань, отмахнулась я. Чего ты киснешь? Не унималась Женька. Ромка твой не по бабам шляется, а занят делом. Опять же, звонит без конца. Кстати, ты не пробовала его обучить чему-нибудь полезному? СМС посылать, к примеру. Сэкономили бы деньги. Отстань, повторила я. Ладно, ладно, я тебе завидую. Вдруг вздохнула подружка. Вот ты мужа любишь, а я до сих пор одна на всем белом свете. А ведь годы идут, и вообще. Женечка, ты еще встретишь свое счастье, жалобно заговорила я. Ага, встретишь. Думаешь, мужики-то на дороге валяются? Да и сказать по чести, я не встречала стоящих. Роман Андреевич не в счет. Поспешила заверить меня подруга. Я согласно кивнула. Не могу сказать, что мое счастье с Романом Андреевичем было совершенно безоблачным. Иногда мне всерьез хотелось огреть мужа чем-то тяжелым. Но теперь, когда он был вдалеке, в общем, я воспылала еще большим сочувствием к подруге. Да, времена нынче, вздохнула она и покачала головой. Боюсь, так и помру в девках. От этой перспективы мы на некоторое время остолбенили. Но сзади посигналили. Я вспомнила, что нахожусь за рулем. Потом подумала, что умереть в девках подруге все-таки не грозит. То есть выражается она фигурально. Если стоящие мужики на дороге не валяются, то прочих пруд пруди. И Женька неустанно экспериментировала с ними, примерно как с прической. То у нее был слесарь из автосервиса, это чтобы было кому за машиной приглядеть. То бизнесмен, как раз с одним таким бизнесменом она и отдыхала в Испании. То несчастный пастухов. Что с ним делать? Женька понятия не имела и оттого здорово злилась. Он готов уйти из семьи. Немного не в попад заявила подружка. Кто? Не поняла я. Пастухов, конечно. К тебе уйти? Естественно. Женечка, я не поняла, это хорошо или плохо? Чего же хорошего? Сама посуди. Нафига мне это счастье? Он старше меня на 12 лет. Плешивый. Смотрит в рот и боится слова сказать. О таком ли мужчине я мечтала всю жизнь? Он тебе совсем не нравится. Женька трагически кивнула. Тогда зачем ты его соблазнила? Не знаю. Наверное, по привычке. Мужик рядом. И он казался таким забавным. Ну и бог с ним, с пастуховым. Скажи ему, что ваша встреча была ошибкой. Как-то неудобно. Выходит, что отдалась я ему не по любви. А это неприлично. Нет. Лучше убедить его, что это он меня не любит. А гнусно воспользовался своим служебным положением. И пастухову мне стало по-настоящему жаль. Я покосилась на подругу. Еще раз невольно поежилась и вздохнула. В этот момент у меня зазвонил мобильный, что и послужило началом нашей истории. Разумеется, тогда я не догадывалась о подарке, который готовит нам судьба. Достала с помощью Женьки телефон из сумки и ответила. Анфиса Львовна? Мужской голос звучал почему-то укоризненно. Да, да, слушаю вас. Это из союза писателей, недовольно продолжил мужчина, а я, наконец, сообразила, кто звонит, и приуныла. У нас тут для вас почта. Соблаговолите зайти и забрать адресованные вам письма. Хорошо, я непременно. Я буду находиться в своем кабинете еще сорок пять минут. Надеюсь, вам этого времени хватит. Только я собралась ответить, как послышались гудки. Вот черт! Буркнула я, отбрасывая телефон. Кто звонил? Спросила Женька. Ипатов вздохнул я. Что от тебя гению понадобилось? Там письма пришли на мое имя. Просил забрать. Ну, так давай заглянем к старику. Оживилась она. Заглядывать к Ипатову я не собиралась. Письма могут немного и подождать. Но Женька скомандовала. Сворачивай. Здесь к их лавочке ближе. И я покорно свернула, злясь на себя за это. Тут надо пояснить, почему мне не хотелось встречаться с Ипатовым и почему Женьке не терпелось его увидеть. Несколько лет назад, когда я написала свой первый роман, Женька потащила меня в литературный кружок, где царил гениальный Ипатов. Женька тогда писала рассказы о животных и всячески пыталась приохотить меня к литературе. Точнее, к этому самому кружку. Свой первый роман я тоже начала писать после ее настойчивых увещеваний. И, разумеется, она сочла необходимым показать его знающим людям. Знающие люди роман прочитали и посоветовали мне заниматься своим делом. В ту пору я работала в туристической фирме. Однако Женька проявила завидную настойчивость и, несмотря на отзывы товарищей по кружку, отправила роман в одно из московских издательств. Вскоре роман напечатали. С этого, собственно, и началась моя писательская карьера. С тех пор я успела написать полтора десятка романов и стала одним из популярных авторов. Женька не без ехидства напоминала о нашем знакомстве Ипатову при каждой встрече с ним, особо напирая на мою популярность. Кружок ей пришлось оставить, но с Ипатовым она часто встречалась на различных мероприятиях. Завидев Женьку еще издали, он заметно менялся в лице и торопился смыться, и это несмотря на бесплатную выпивку и бутерброды. Можете представить, какие добрые чувства питал ко мне глава нашей писательской организации. Поэтому неудивительно, что разговаривал он со мной сквозь зубы.